Каждый может бросить камень в волка, но не каждый может бросить волка в камень. Что уж говорить про то, что обидеть бойца может каждый, но не каждый успеет извиниться. Приветствую вас, бицухи-улитки, с вами Фёдорович. А в этом видео мы посмотрим два классически жёстких поединка между бойцами муай-тай, которых точно никто не обижает. Итак, в розовых шортах у нас крепышка О'Кай, а соответственно в синих рослый Кикван. Этот бой мы начнём смотреть с первого раунда, несмотря на то, что у тайцев первый раунд это всегда разминка, пристрелка и прогулка по рингу для разведки. Но нам с вами повезло, и в этом бою ребята начали разведку с жёстких ударов и сразу определили приоритеты в тактике боя. Как говорится, бодливой корове бок рога не даёт. С бойцами точно так же, только наоборот. Дерзкие и храбрые всегда обладают мощным ударом, чтобы свою дерзость подтверждать в ринге. Ну а в нашем бою становятся понятны приоритеты тигров. Као-Кай — это то, что в розовых шортах, если вы вдруг забыли, отдаёт предпочтение рукам, при этом очень грамотно подключает локти, не забывая про удары по печени. Но что мне понравилось в его работе — это отличный финал комбинаций с помощью лоу-кика, который хорошо заходит после того, как противник уводит всё внимание и защиту на голову от ударов руками. В свою очередь, кикваю в синих шортах выпала доля второго номера, так как Као-Кай довольно мощный и неслабо напирает. Но в Муай-Тай работа вторым номером — это не боксёрский велосипед. Это постоянные встречные удары мидл-киком по печени, периодические удары коленом и довольно опасный локт, который Киквай очень здорово пытается подключить. Давайте полюбуемся до конца раунда на драконов, которые могут обжечь огонь, утопить воду, заставить тренажёры качаться и нокаутировать нокаут. У настоящего бойца есть не только крепкое тело, но и невероятный дух. Поэтому, когда у него заканчиваются силы, приходит усталость. Ну а вы что думали, что бойцы — это супергерои? Они обычные люди. Просто плюс ко всему, они умеют избивать других обычных людей. Конечно, во втором раунде говорить про усталость рановато, но всё же для кого-то и поздно. Ну а наши бойцы начали очень резво и сразу пошли в обмен. Као-Кай всё больше начал акцентироваться на лукиках, тем самым всё больше обездвиживая Киквана. Но, возможно, здесь не всё так просто. Ведь частенько лукиками притравливают для того, чтобы потом отправить кукушку в дальний полёт, когда дупло будет без защиты. Но что лично мне нравится у Као-Кая, так это его акцентированные удары по печени и смещение в сторону с боковым, когда на него идёт Кикван с коленом. Это очень эффективная техника. Ой-ой-ой, как здорово! Если вы обратили внимание, наш Крепыш уже несколько раз пытался приземлить левый локоть тычковым ударом. Но это ему не удавалось. А вот когда полетел правый прямой локоть, всё дело закончилось жесточайшим и глубочайшим нокаутом. Воистину локоть, как Рафаэлла, лучше тысячи слов. Не будем тянуть корову за яйца, и сразу начнём просмотр второго поединка, где скрестили свои локти Ратанг из красного угла и Монг Конгва из синего угла. Думаю, этот бой вам доставит особое удовольствие, так как Ратанг — это звезда мирового уровня, слава которого вышла далеко за пределы Таиланда, благодаря выступлениям в одном из самых сильных промоушенов в мире — One Championship, где он стал чемпионом. Просмотр боя мы начнём с третьего раунда, так как я уже говорил, что первые два раунда — это чаще всего пристрелка, а именно с третьего бойцы начинают включать темп. Если вы знаете, кто такой Ратанг, тогда должны понимать, что серийная и темповая работа — это классно, но не для него. Этот терминатор из мира Муай-Тай работает с жёсткими одиночными ударами, постоянно прёт вперёд и с радостью заходит в обмен, и совершенно не боится пропускать удары в голову, которые у него прочнее чугунной сковородки. Ратанг — это тот, что в красных перчатках, акцентируется на жёсткие удары руками. Можно сказать, что это его конёк, но перед этим он постоянно ведёт разведку левой ногой, в основном фронткиком в живот или лоу-киком по передней ноге. На самом деле это очень эффективная работа, которая постоянно держит противника в напряжении, периодически пробивая живот, избивает дыхание, а также заставляет следить за ногой и от неё же защищаться, что при обманном движении даёт возможность убрать защиту с головы и хорошенько туда зарядить. Конечно, есть вариант, что твою ногу прихватят и сделают высекание, как это сделал Манг Конг Ква, но игра стоит свеч, и я бы рекомендовал вам обратить внимание именно на эти технические хитрости от Ратанга. Вот как же приятно наблюдать за таким боем. Вы только полюбуйтесь на жёсткость этих тигров. Ратанг всаживает очень чувствительные удары, но Монг делает вид, что никак их не ощущает. При этом работает невероятно болезненными миддлкиками по рёбрам, под удары. А когда такая нога залетает по печени, это очень неприятно. Но Ратанг, как Терминатор, также абсолютно не подаёт вида какого-либо ущерба. Вчера многие думали, что завтра будет сегодня, а оказалось, что завтра сегодня будет вчера. Ну а тем временем в пристрелочке и лёгком клинче у нас канул во вчера третий раунд. Когда мужик ловит белочку, дальше он может словить что угодно, кроме удара. А вот боец удары ногами ловит частенько, прямо как Монг Конква. Но всё равно Ратанг продолжает работать в своём режиме. Ведь позитивных сторон в этом гораздо больше. Как и больше позитива в четвёртом раунде, который бойцы начали довольно весело, не откладывая долгий ящик в корзину. И тут же обмен двумя боковыми, победителем из которого выходит Ратанг. Но тайцы не воробьиные яйца. Никто не разбивается после первого падения, поэтому наверняка Монг Конква будет продолжать. Ох-ох-ох, жёсткий прессинг Ратанга и повтор ситуации с обоюдными боковыми заканчивается с тем же результатом. Только теперь уже окончательным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. Становитесь спонсором канала, а в комментах напишите, в кабаках вы рубитесь так же или ещё круче. Благодарю за просмотр и настойчивость и тренировку. Продолжение следует... Продолжение следует...